Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Готовить реальные кадры в Алтайском крае появится кластер, который объединит медицинские колледжи и работодателей. В Алтайском крае появится кластер, который объединит медицинские колледжи с учреждениями этой сферы. Благодаря такому слиянию работодатели смогут напрямую корректировать программу обучения студентов. Чем еще примечателен проект, расскажем далее. Кадровая проблема в медицине Алтайского края уже не первый год на слуху. Несмотря на то, что снижение численности работников, наконец, удалось стабилизировать, благодаря хорошим выплатам и мерам по сохранению людей на местах, наращивать резерв жизненно необходимо. Сегодня можно говорить о том, что усиленный выпуск в этом году по средне-специальным образовательным организациям плюс 150 человек. Мы увидим уже результат конкретного трудоустройства в августе-сентябре месяце. Улучшить качество среднего профессионального обучения поможет создание нового образовательного кластера по программе «Профессионалитет». В него войдут все медицинские колледжи региона. Это оснащение самым современным оборудованием, во-первых. Во-вторых, это синхронизация образовательных программ и производственных программ. Это очень важно, потому что мы слышали раньше критику, что приходится переучивать тех работников, которые только закончили наши колледжи или техникум. К проекту присоединятся шесть медучреждений Алтайского края. Именно они смогут корректировать программу под свои нужды. Проект затронет такие направления обучения, как сестринское и лечебное дело, а также лабораторную диагностику. Притом в Барнольском базовом колледже для этого вскоре даже откроют обновленные лаборатории и мастерские, поскольку именно это учреждение выиграло грант. У нас будет скорая помощь куплена, где будут ребята иметь возможность уже заниматься по скорой неотложной помощи. У нас будут всекотехнологичные микроскопы для лабораторной диагностики закупаться. Там модульные конструкции и будет уделено большое внимание телемедицины. Конечно, появление кластера отразится не только на студентах, но и на преподавателях, которые пройдут повышение квалификации. Поэтому подписание соглашения о всестороннем сотрудничестве колледжей и медучреждений – важный шаг для всех. Это уже 10-е соглашение о создании кластера на территории Алтайского края. Сейчас подобные есть в сферах промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, туризма, педагогики и транспорта. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Рожь, горох, чечевица и, конечно же, пшеница. Алтайский центр оценки качества зерна взял первые пробы зернового урожая. Уже обследовали пшеницу в Первомайском, Топчихинском, Завьяловском и Мамонтовском районах. Какие выводы сделали эксперты – расскажем в сюжете. 25 грамм пшеницы и берем 14 миллилитров воды из-под крана. Донабливаем птичную месилку. Так проводят обследование зерна на качество. Уже начали поступать первые пробы нового урожая. На сегодняшний день алтайские аграрии убрали уже порядка 9 тысяч гектаров озимых зерновых культур. Чтобы оценить качество, специалист центра выезжает на место сбора и отбирает пробу. Поскольку зерно в эту партию поступает с разных участков поля, мы для получения более объективных данных исследования отбираемся из максимального количества мест насыпи. Все это формируем в объединенную пробу и из нее выделяем уже среднюю пробу. А средняя проба это когда вы перемешиваете? Да, это когда уже все количество зерна, которое мы отобрали, мы его перемешали и из него получается средняя проба. Зерно отбирают из 15-20 точек и около 2 килограмм едет в лабораторию на точное обследование. Пробуя у нас все в пакетах, вскрываем пробу, то есть на делитель прогоняем. Это обязательно, чтобы зерно равномерно распределялось. Это только начальный этап мониторинга качества зерна. Чтобы определить его класс, проводят несколько процедур проверки. В пшенице определяется самое большее количество показателей. Это качество, количество клейковины, натурный вес, число падения, сорная, зерновая примесь, белок, стекловидность. То есть вот эти все факторы, если совпадают в одном моменте, то мы определяем ее, как, например, зерно 2-го или 3-го класса. Вот на сегодняшний день большее количество пшеницы, которую мы исследовали, но это совсем начало мониторинга, это пшеница 3-го класса. Это отрадно и здорово. Так уже обследовали более 6-ти тысяч тонн пшеницы 1-го майского, Топчихинского, Завьяловского, Мамонтовского и Целинного районов. По предварительным данным, качество зерна превосходит прошлый год. Вся пшеница продовольственных кондиций. Кстати, радует не только пшеница. Первая проба ржи из Шилоболикинского района оценена как зерно 1-го класса с высокими показателями качества и безопасности. Все данные вносят в систему в ГИС зерно, после чего фермер может реализовывать свой товар. На первых этапах уборки урожая, при формировании партии, сельхозтоваропроизводители могут определить, какого качества у них пшеница и уже понять, какой будет ценовой сегмент этой пшеницы. По мнению экспертов, эта обязательная процедура гарантирует высокий уровень качества зерновых для потребления и экспорта за рубеж. Пока, по заключению центра, аграрии добиваются хороших результатов. Более ясная масштабная картина того, что выросла на алтайских полях, будет видна к концу лета. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Более двух миллионов рублей лишилась жительница Барнаула в результате действий мошенников. Это молодая женщина, которая никогда бы не поверила, что попадется на уловки преступников. Чтобы усилить защиту людей от мошенников, на днях вступил в силу новый закон. В чем его сути? Какие новые схемы используют злоумышленники, чтобы обманывать население? Об этом смотрите в нашем сюжете. В какой-то момент они мне перезванивают и говорят, все, мы продлили ваш договор связи, скажите код. Я такая, да. То есть я человек, который имеет хороший управленческий опыт. А человек, который, скажем так, имеет определенные хорошие достижения за спиной, который достаточно бдительный. В моменте я отвечаю, говорю, да, продлен. Я им быстро говорю код из СМС, да. И дальше начинается такая интересная свистопляска с бдомом, когда на тебя оказывается очень профессиональное психологическое давление. Получив доступ Людмилы от Госуслуг, мошенники смогли взять на имя автокредит в банке и большую сумму в микрофинансовой организации. Она поняла, что общается с мошенниками лишь на четвертый день, уже лишившись более чем двух миллионов рублей. Сейчас Людмиле помогают правоохранители и банкиры, но свои средства она потеряла. По данным полиции, подобных преступлений происходит от 25 до 30 в день. В числе пострадавших не только пенсионеры, но и врачи, педагоги, бизнесмены. Самая большая сумма, отданная мошенникам в этом году в Алтайском крае, 140 миллионов рублей. Когда человек попадает к злоумышленнику, то есть он его со всех сторон обставил, вот сколько у человека есть денег, вот столько он и отдаст. Вот сколько ему банк дал кредита, столько он и отдаст. Начинают обманывать, что ваши денежные средства находятся под опасностью. То есть начинают элементарно, вот у вас денежные средства на счету, ими сейчас могут завладеть, давайте мы их перейдем на безопасный счет. Новый закон, который вступил в силу 25 июля, позволяет банкам на два дня приостанавливать денежные переводы людей, если получатель средств был замечен в мошеннических операциях. Банки обязаны предупредить клиента, почему блокируют переводы. Также данный закон предусматривает дополнительную ответственность банков перед своими клиентами. Так, в некоторых случаях банк будет обязан вернуть полную сумму похищенных средств, если он не проверил информацию о том, находится ли счет получателя в базе данных центрального банка, в базе мошенников, если он этого не проверил и отправил деньги, и если он не выполнил обязанность по уведомлению клиента. Если после двух дней блокировки клиент все же переведет средства мошенникам, с банка ответственность снимается. В случае с Людмилой, мошенники воспользовались украденными личными данными, девушке и банк выдал ей кредит. С ее слов, в момент первого звонка злоумышленников она была в стрессовой ситуации, связанной с личными и рабочими проблемами. Полицейские в очередной раз советуют класть трубку при непонятных звонках, либо сразу звонить в полицию, где на мошенников могут завести дело. Правда, по статистике на сегодняшний день раскрывается всего 12% всех подобного рода преступлений. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Обманули под предлогом снятия порчи. В Барнауле задержали двух женщин, которых подозревают в мошенничестве. Решили полечить бабушек. Мошенники действуют? Да. Сколько бабушек обманули в городе Барнауле? Двоих. Поводом стало заявление от пенсионерки 74-х лет. Пострадавшая сообщила в полицию, что на улице к ней подошли женщины, которые представились целительницами. В обмен на изготовление оберега от снятия порчи они уговорили пенсионерку отдать им все имеющиеся золотые украшения. Для убедительности посыпали деньги солью, а после подменили их банкнотами банка приколов и рекомендовали три дня к деньгам не прикасаться. По такой же схеме пытались обмануть еще одну пенсионерку 36-го года рождения. Женщина планировала снять для мошенницы в банке крупную сумму, но сотрудница банка ее отговорила. В момент, когда так называемые целительницы подыскивали еще одну жертву, их задержали. По месту проживания фигуранта к сотруднике полиции изъяли ювелирные изделия, принадлежащие одной из потерпевших. Подозреваемые – две ранее судимые женщины. Одна из Новосибирска, другая из Красноярского края. В Барнауле они снимали жилье, нигде не работали. По всем фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество, причиненное со значительным ущербом. Ну а мы двигаемся далее. В Барнауле прошел крупный медиафорум для журналистов, блогеров, продюсеров и не только. Сибирская медиагруппа стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов новых медиа, трендов и перспектив развития отрасли. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Аудитория наша, хотите вы это или нет, смотрит форматы вот такого контента. В лучшем случае это будут видосы на ютубчике. Перспективы которого, кстати, очень туманные. И снижение скорости загрузки ютуба, и изменения в законодательстве, и новые тренды – это все то, с чем каждый день приходится сталкиваться журналистам, блогерам, пресс-секретарям. Как раз для тех, кто причастен к созданию контента, на базе сибирской медиагруппы прошел медиафорум. Наша с вами задача – просто постепенно аудиторию взращивать от базового и примитивного контента к более сложному и более аналитическому. Это наша задача, она очень сложная, и ее невозможно выполнить ни за год, ни за три, ни за пять. Федеральные эксперты рассказывают о том, как работают алгоритмы соцсетей, как развивать телеграм-канал без вложений, о пользе мемов в новостях, и самое главное – о новых вызовах времени, когда информационная война делает своим оружием каждого человека. До сих пор есть, к моему удивлению, часть людей, которые считают, что на самом деле никакой войны информационной по большому счету не существует. Что это просто некое пропагандистское клише, некий ряд действий со стороны СМИ двух государств, которые просто поливают друг друга грязью и создают ряд фейков. Что на самом деле здесь нет какой-то большой системной последовательной работы, и самое главное – здесь нет субъекта. Моя задача – объяснить, что на самом деле это в полном, в академическом смысле война. Мы знаем, что в условиях проведения специальной военной операции, да и в принципе в условиях проведения информационной войны, нам, журналистам, необходимо понимать, как это все происходит, чтобы отсеивать лишние фейки, недостоверную информацию. Сегодня мы, Союз журналистов Алтайского края, проводим совместный медиафорум с мастерской новых медиа, и это первый в России такой форум, такой прецедент. И хотелось бы сказать спасибо и губернатору Алтайского края, Виктору Петровичу Томянко, и правительству Алтайского края. Без них, конечно, этот форум бы не состоялся. Кстати, уже 16 августа пройдет еще одно крупное событие для края – «Инфорум», которое организует Союз журналистов России. В Барнаул приедут известные медиа-менеджеры, руководители крупных СМИ и не только. Обо всех подробностях будет известно позже. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Рады будут каждой паре рабочих рук. В Барнауле в следующую субботу волонтеры приступят к косметическому ремонту столетнего дома. Он уже третий по счету, который обновят в нашем городе в рамках проекта «Том Сойерфест». Его организаторы выбирают не памятники архитектуры, а дома с историей, которые потеряли свое лицо. Расстрескавшаяся краска – будто морщины на лице дома, чьи глазницы окон смотрят на Барнаул вот уже 110 лет. В начале 20 века здешний район назывался «Зайчий слободой». Квартал преимущественно бедняков. Но именно этот участок улицы Анатолия, тогда Павловской, из-за близостей к Покровской церкви считался наиболее престижным, что подтверждает и история дома. По моим данным, его в 1910 году построил некто Чистов. Фамилия, в принципе, характерная, например, для священников. То есть вполне возможно, что это был представитель духовенства. Но в районе Покровской церкви жили не только священники, что само собой, но и здесь жили мелкие предприниматели. Например, вот тот дом, который в прошлом году на фестивале ремонтировали, он принадлежал Пимакату, Тарантину. А хозяйка этого дома, который стал первым участником «Том Сойерфеста» в Барнауле, была Мещанка по фамилии Лаптева. Волонтеров он привлек своей деревянной резьбой, которая теперь встречается все реже. Суть акции проста. Выбирают дом с историей, но не памятник архитектуры. Реставрировать такой могут только спецорганизации. На деньги спонсоров и руками добровольцев приводят фасад в порядок, максимально возвращая прежний вид. Хотя с деревянным зодчеством прошлого не все так просто. Сейчас столеров и плотников не так много. Они все заняты. И очень сложно найти тех, кто согласится на какой-то безвозмездной основе это все сделать. То есть в первый год у нас получилось. То есть мы нашли такого друга единомышленника, столера, который нам некоторые элементы восстановил, ну просто с нуля. А в прошлом году у нас не получилось этого сделать. Поэтому вот на втором доме у нас до сих пор не отставили. Нынешний участник феста свое деревянное убранство сумел сохранить. Но работы волонтерам тоже хватит. Перечень уже составлен. Жильцы очень хотели, чтобы можно было вот этот цоколь штукатурить заново и покрасить. И кроме этого мы ошкурим, приведем в порядок, ошкурим наличники, покрасим их, придем в порядок фасад, который вот сейчас у нас есть. Очень будем рады видеть всех неравнодушных горожан на нашем мероприятии. Фестиваль, как правило, длится около трех месяцев в зависимости от фронта работ. И поэтому мы, конечно же, приглашаем всех жителей на это мероприятие. Суть проекта не в том, чтобы подарить вторую жизнь отдельному дому. Его организаторы мечтают воссоздать, как они говорят, историческую среду. Квартал города – начало прошлого века. Такие уголки, кстати, пользуются спросом у столичных туристов, которые купеческих особняков видели много. А вот таких заповедных уголков с деревянными домиками в больших городах остается все меньше. Николай Потешкин, Дмитрий Денисов. День с толком. Семь дней остается до начала финального этапа по кикбоксингу в рамках 12-й спартакиады учащихся. Наши файтеры активно тренируются и готовы в родных стенах показать все, на что они способны. Сколько регионов к нам приедет и почему Федерацию кикбоксинга Алтайского края считают самой гостеприимной, знает Дмитрий Дроздов. Ровно через неделю Барнаул вновь станет центром кикбоксинга всей России. На финальный этап в столицу края съедутся более 100 сильнейших файтеров. И на ринге мы увидим представителей 41 региона страны. За Алтайский край будут боксировать 5 кикбоксеров. На протяжении всего сезона они принимали участие в региональных и всероссийских стартах, по итогу которых был создан рейтинг, позволяющий выступать на спартакиаде учащихся. Мы можем сказать, что участники этой спартакиады – это первые и вторые номера на российском уровне. То есть, напомню, что возраст у нас 15-16 лет, три весовые категории, разделы поэт-файтинг, лайт-контакт и фулл-контакт. Среди нашей команды один спортсмен будет представлять Алтайский край в разделе поэт-файтинг, и четыре спортсмена будут представлять нашу команду уже в таком привычном, скажем так, нам разделе – это фулл-контакт. Помимо поединков для участников спартакиады будет организована и культурная программа – экскурсия по достопримечательностям города Барнаула, что еще раз доказывает, что федерация кикбоксинга Алтайского края – самая гостеприимная. Напомним, файтеры будут выяснять отношения на ринге 7 и 8 августа. Встречи начнутся с 1-8 финала с 10 утра. Поединки пройдут в спортивном комплексе «Победа». Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...